Что такое клад? Клад – это ценность, закопанная в землю или скрытая в каком-нибудь тайном месте. Конечно, искать клады и сокровища, разгадывать таинственные загадки – очень увлекательно. Но поскольку в обычной жизни сокровища, к сожалению, попадаются нам не так уж и часто, это можно сделать вместе с героями литературных произведений. Остров сокровища Роберта Льюиса Стивенсона вот уже второе столетие является, пожалуй, самым знаменитым приключенческим произведением. В книге есть тайный заговор, опасное плавание, столкновение с кровожадными пиратами и, конечно, загадочный остров, на котором капитан Флинт спрятал сокровища. Главный герой романа Джим Хокинс в волею случая оказывается обладателем карты, с помощью которой можно отыскать золото. Но случается и так, что пират может забыть, где он спрятал клад, как в большой пиратской книге Михаила Плецковского. Один пират закопал в пещере здоровенный кованый сундук с золотыми пиастрами. Он нарисовал на бумажке горелой головешки план места, где спрятаны сокровища, и унес ее на корабль. Но название того острова не указал для памяти из-за своей пиратской неграмотности. А через некоторое время и совсем забыл из-за своей пиратской рассеянности. Вот что бывает, если грамоте не обучен. Так и пропал сундучок с пиастрами. Лежит себе где-то в пещере на каком-то острове. Но кто ж его знает на каком? И до сих пор его найти не могут. Герои книг Софьи Прокофьевой – обычные дети, которые попадают в невероятные истории. Алешка из сказочной повести «Клад под старым дубом» встретил саму госпожу жадность, которая завалила его конфетами, подарила новый велосипед, а еще столько всего она обещала. Даже подсказала, где найти «Клад» – старинный сундучок с золотыми монетами. Алешка «Клад» нашел, но все-таки выбрал настоящую дружбу, а не богатство. Чтобы пить каждый день молоко, нужна корова. Для того, чтобы купить корову, нужны деньги. А чтобы появились деньги, нужно продать что-нибудь ненужное. Так думали кот Матроскин и собака Шарик из произведения Эдуарда Успинского «Дядя Федор. Пес и кот». Дядя Федор решил, чтобы купить корову и что-нибудь еще, нужно найти клад. И друзья отправляются в лес, в котором когда-то давно жили разбойники, на поиски сокровищ. Случается и так, что настоящим кладом и сокровищем становятся не золото и драгоценности, а путешествия и знания об окружающем нас мире. Попугай Кеша, кот Василий, ворона Клара и Вовка отправляются на поиски клада. Это путешествие было невероятно захватывающим и опасным. Друзья побывали на палубе огромного ледокола, в плену у браконьеров, спасались от лесного пожара, побывали в жаркой пустыне и под водой. А что их ожидало в конце пути, вы узнаете, прочитав книгу «Попугай Кеша ищет клад» Александра Курлянского. «Маффин ищет клад» – милая сказка для малышей, созданная английской писательницей Энн Хогарт. Ослик Маффин находит загадочный листочек, похожий на пиратскую карту. Сомнений нет. Бумажная находка указывает путь к сокровищам. Но где именно искать драгоценности? Под ближайшим дубом или на Южном полюсе? А может быть, в далекой Африке? Маленькие читатели разгадают тайну необычайного клада вместе с Осликом и его друзьями. Давным-давно Леонид Владимирский нарисовал Буратино озорным мальчишкой в полосатом колпачке. Художнику настолько полюбился этот герой, что он сам стал сочинять дальнейшие приключения Буратино. Написал и нарисовал целую книжку «Буратино ищет клад». Буратино, Мальвина, Пьеро, Песар, Тимон и Папа Карло отправляются на далекий остров Круза в поисках сокровищ. Они им необходимы для того, чтобы выкупить у короля театр. У них есть самая настоящая карта, в которой указано, что клад спрятан в кратере вулкана. Путь долгий и сложный. Друзья чуть не утонули в море. Их могли съесть дикие звери и убить кровожадный беспощадный разбойник. По их следам идут известные злодеи. Карабас-барабас, лиса Алиса и кот Базилия. Но все закончится хорошо, как всегда бывает в добрых сказках. На лесной полянке в домике под соломенной крышей жили четыре дружных поросенка. Поросенок Плюх, его братья Топ и Шлеп и сестричка Хрю. Как Плюх искал клад, одна из веселых и поучительных историй про маленького поросенка, который хотел найти сокровища, а нашел новых друзей. Все вместе они пережили страшную бурю и наводнение, а поодиночке могли бы и не справиться. Ведь настоящий клад – это наши друзья, которые всегда придут на помощь и помогут преодолеть все трудности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин